Старинный обряд, традиция или определенная дань моде тут каждый решает для себя сам. Главное, что желающих в крещенскую ночь искупаться в ледяной купели с каждым годом становится все больше. И теперь люди идут уже не к самодельной проруби на ближайшем водоеме, а в организованные места для купания, оборудованные всем необходимым, комфортные и безопасные. В городском парке на Клязьме для пришедших окунуться построили обогреваемые раздевалки с чаем и сушками, вырубили купель во льду реки и оборудовали к ней удобный спуск. Пожалуй, такой тщательной подготовки к празднованию крещения в Щелкове еще не было. Как и не было такого количества желающих соблюсти праздничную традицию омовения, пусть не в Иордане, но в Клязьме. В числе пришедших, кстати, встретилось немало узнаваемых лиц – депутаты, руководители района и города, представители общественных организаций. Всех объединил праздник крещения. Сегодня великий праздник для всех православных людей. Мы сегодня отмечаем крещение Господне, и мы в стране не можем остаться от такого великого праздника. И здесь совет депутатов городского поселения Щелкова вместе с своими избирателями отмечают этот праздник. Руководитель администрации Щелковского района Алексей Валов с 99-го года старается не пропускать крещенских купаний, куда бы ни забрасывала служба. И сегодня он первым опробовал главную Щелковскую купель. С праздником, Алексей Васильевич! Всем нам добра и здоровья! Освещенная вода Клязьмы, похоже, настраивала на особенные мысли и слова, обращенные, разумеется, к Щелковскому району. В этой воде, когда я окунулся, я понял, что у нас впереди все планы будут воплощены в жизнь. Окупаться на крещение нужно правильно. Нельзя делать это в одиночку. С собой нужно принести сухие вещи для переодевания. Из воды выходить осторожно. В любом случае, окунавшихся в купель на Клязьме, одних не оставляли ни на секунду. Любую помощь готовы были оказать дружинники, спасатели и даже водолаз. Как настроение? Ничего, хорошее настроение. Сейчас очистим душу. И все будет хорошо. Еще раз. С праздником! Да, и вас с праздником. С праздником, совсем не холодно. Согласно Евангелию, 2000 лет назад, в этот день, Господь в реке Иордан крестился от Иоанна Крестителя. И своим божественным присутствием осветил и воды иорданские, и вообще всю водную стихию на земле. Вот люди и стремятся окунуться в прорубь, в исцелении души и тела. Однако медики говорят, что неподготовленный организм скорее может получить обратный эффект. Мое мнение, что купаться должен здоровый человек. Если у него нет хронических заболеваний. Если есть какие-то хронические заболевания, то это бессмысленно просто. Начинаются болезни, начинаются заболевания почек, ангины, пневмонии и все остальное. Ладно, это чтобы мы не теряли бдительности. В целом, никаких серьезных эксцессов ни в одном из 11 официально организованных мест для купания крещенской ночью не произошло. В каждом поселении власти постарались не просто соблюсти все требования по организации купалин, но и создать жителям по-настоящему праздничное настроение. Традиция. Я уже пять лет купаюсь. Всех с праздником поздравляю. Традиция. Да, традиция каждый год. Ну, лет пять уже, да. Третий год. Вода холодная? Да. Да, еще пойдем в следующем году. В Щелкове к часу ночи очередь желающих окунуться в прорубь растянулась на несколько десятков метров. По свидетельству тех, кто был близок к заветной цели, стоять пришлось порядка 45 минут. Но это никого не смущало. Вряд ли хоть один человек развернулся и ушел домой. Зря ли готовились. Будем стоять долго, будем купаться, будем освещаться, будем очищаться. По законам жанра рассказывать про крещенские купания я должна сама окунаюсь в ледяную купель. Но ведь этот древний обычай никогда не был частью христианского празднования. Он нигде не регламентирован и, по сути, не является обязательным. Это, скорее, зимняя забава для сильных духом и здоровых телом людей. Так что, если вы боитесь или по какой-то причине не готовы окунаться в морозную прорубь, вас никто не осудит. Надеюсь, у меня тоже. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». С праздником! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!